Коллеги, добрый день! Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если меня хорошо слышно. Коллеги, меня слышно? Нет? Ну, раз меня хорошо слышно, давайте тогда начнем. Итак, сегодня мы поговорим о новых продуктов компании TGNET. Это некие такие решения, которые позволят вам контролировать устройства TGNET в сети, то есть это некие контроллеры плюс Wi-Fi точки, с помощью которых можно собрать бесшовный интернет. Итак, контроллеры, две новые модели, это модель M3 и M5, соответственно, разница у них исключительно в количестве контролируемых устройств, то есть M3 предназначена по умолчанию и в базовой комплектации имеет возможность контролировать 32 Wi-Fi точки, можно расширить с помощью лицензии до 64 и 125 коммутаторов, соответственно, коммутаторы не расширяются. В M5, соответственно, 128 Wi-Fi точек по умолчанию, можно расширить до 512 лицензий и до 512 коммутаторов сети. Какие основные возможности для точек? Это управление, обновление программного обеспечения, регулировка работы по расписанию для Wi-Fi точек, также управление, обновление программного обеспечения, регулировка работы по расписанию для коммутаторов, строение Wi-Fi сетей, организация гостевого доступа с дополнительной аутентификацией, естественно, для Wi-Fi сети. Ну, на самом деле, многое-многое другое, об этом мы поговорим чуть-чуть ниже. Плюс я вам покажу веб-интерфейс, в котором все это настраивается. Нужно сразу сказать, что веб-интерфейс на текущий момент по английскому языке, но мы уже работаем над локализацией, которая будет готова в ближайшее время. Следующее новое оборудование – это на текущий момент только две Wi-Fi точки, это WA2304, которая имеет исполнение круглое, предназначена для крепления на потолке или на стене. Соответственно, стандартный диапазон 24 Гц, работает скорость передачи данных до 300 Мбит в секунду, всего лишь один порт ВАН с поддержкой ПОЯ, соответственно, ее можно подключить только по ПОЯ, ой, только по ПОЯ говорю, по ПОЯ плюс блок питания, и, соответственно, может работать в режиме репитера, повторителя. Вторая точка – это WA3302, исполнение у нее в виде розетки, работает также в стандартном диапазоне 2,4 Гц, скорость передачи данных до 600 Мбит, но эту точку отличают дополнительные порты. У нее есть порт ВАН, два порта ЛАН, один порт Лайфлайн и один порт ФКС. Соответственно, через Лайфлайн можно подать городскую аналоговую линию, и, соответственно, к порту ФКС можно подключить либо аналоговый аппарат, либо фоксимильный аппарат. Таким образом, данное устройство может работать не только как Wi-Fi точка, и также как некий проброс для аналогового телефона. Питается она только по ПОИ, соответственно, у нее нет даже разъема для подключения блока питания. Что можно делать непосредственно с самими коммутаторами? То есть это включение и выключение ПОИ портов по расписанию, соответственно, отключить можно все порты на коммутаторы, то есть отключить у них ПОИ, в этом режиме будет работать просто коммутатор, либо включение и выключение индивидуального ПОИ порта, то есть если у вас на коммутаторе есть 24, 28 и так далее, какое-то большое количество портов, и нужно, чтобы эти какие-то определенные порты не работали, скажем, по ночам, то, соответственно, вы можете настроить расписание, когда система автоматически будет вам отключать эти ПОИ порты, и, соответственно, в какое-то определенное время будет их включать. Ну, например, экономия энергии для телефонов в ночное время, и также, наоборот, камеры, например, если вам не нужно, чтобы видеонаблюдение работало днем, но при этом вам нужно, чтобы видеонаблюдение работало ночью. Соответственно, вы один раз настроили, и все это будет автоматически включаться, включаться, работать. Кроме того, можно включать и выключать коммутаторы по расписанию, если это требуется, а также перезагрузка коммутаторов, обновление программного обеспечения, получать статистические данные по нагрузке и прохождению трафика как в целом на коммутатор, так и на каждом порту. Что касается Wi-Fi точек, то здесь также получение статистических данных по нагрузке в сети по каждой точке и отдельно, получение данных по подключенным устройствам, ну, там будет высвечиваться в MAC-адрес устройства, настройка работы в диапазоне и мощность, управление аутентификацией пользователя, для управления ВЛАНами, создание шаблонов конфигурационных файлов, обновление программного обеспечения, также можно настроить перезагрузку по расписанию, дополнительную аутентификацию пользователей для подключения к сети, например, для настройки гостевого доступа, и, соответственно, работы с черным-белым списком. Стандартная схема подключения устройств в сети, то есть должен быть икий роутер, маршрутизатор, после него должен подключаться контроллер, соответственно, либо М3, либо М5, и только после этого, после контроллера уже строится сама сеть, соответственно, подключаются коммутаторы, подключение коммутаторов может быть последовательное, то есть коммутатор за коммутатором, либо на самом контроллере есть, на М3 есть 4, LAN-порта на М5 есть 6 LAN-портов, соответственно, вы можете подключить либо напрямую к контроллеру, либо последовательное подключение коммутаторов, ну, например, те же через СВП-модули, и, соответственно, СВП-разъемы, если у вас это растянуто, и нужно отдать большую скорость, либо по каким-нибудь другим причинам, если не имеет значения. Далее подключаются Wi-Fi-точки к коммутаторам, либо видеокамеры, либо IP-телефоны, которыми, в принципе, вы можете не самими телефонами управлять, а напряжением поя, как я уже говорил, Wi-Fi-точки вы можете управлять отдельно, но это я вам покажу более детально в веб-интерфейсе. Кроме того, с помощью этого оборудования можно построить бесшовную Wi-Fi-сеть, то есть, как вы видите, на картинке есть некая серверная, в которой установлен роутер, за роутер, контроллер, далее по коммутатор, и дальше разводите сеть. Где-то установлена основная точка доступа, остальные точки доступа работают в режиме репитера. Таким образом, вы покрываете полностью все здание с помощью этих точек. Он реально бесшовный, мы сами у себя в офисе это пробовали, настраивали, тестировали, вполне очень себя хорошо и точки ведут, даже под большой нагрузкой, и все довольно-таки стабильно, скорость не падает. Как я уже говорил, по такому принципу можно от 32 до 512 Wi-Fi-точек собрать в зависимости от вашего контроллера. Итак, веб-интерфейс. Давайте, на самом деле, веб-интерфейс лучше покажу, нежели чем это будет на слайдах. Соответственно, веб-интерфейс, как я уже говорил, что он пока еще на английском языке, но над локализацией мы уже работаем. Скоро локализация будет. Тем не менее, есть какой-то логин-пароль. После этого вы попадаете на сам интерфейс, и что вы видите, первым делом, это некие статистические данные по тому оборудованию, что у вас подключены сети. То есть слева показывается общая нагрузка на оборудование. То есть в данном случае все очень хорошо, нет никаких замечаний. Кроме этого, справа вы видите список подключенных коммутаторов. То есть модель коммутатора. Соответственно, вы видите, какое количество портов у данного коммутатора, какие порты используются, куда как подключено, у MAC-адрес. Если вы хотите попасть на веб-интерфейс коммутатора, достаточно нажать по ссылке. Вот у меня вылезла дополнительная аутентификация Wi-Fi. Также есть изображение, какие устройства здесь подключены. То есть если у вас подключена Wi-Fi точка, вы увидите соответствующее обозначение. А не так же, нажав на нее, можно получить некие статистические данные. Мы можем увидеть, что здесь, какой порт она включена, работает ли порт, либо выключен, на какой скорости сейчас работает точка доступа, максимально доступная скорость для порта, соответственно, MAC-адрес устройства, некое имя устройства, ну и всякие дополнительные данные типа IP-адреса, в каком режиме он работает. Есть небольшое управление прямо отсюда, соответственно, включить или выключить порт, в каком режиме может работать порт. То есть либо автоматически, здесь имеется в виду, на какой скорости передачи данных, либо на максимально доступную для этого порта. Кроме того, отсюда же можно сделать перезагрузку для порта. То есть если у вас на данном порту висит какое-то устройство, которое по каким-либо причинам подвисло, вы, в принципе, с помощью этой кнопки можете перезагрузить отсюда устройство. То есть вы отключите питание на порту, а далее подадите питание снова, и, соответственно, таким образом устройство у вас перезагрузится. Кроме того, здесь есть Uptime, здесь есть некая такая кнопочка Detection, которая может проверить всю вашу сеть, как она работает. То есть по нажатию, видите, система начинает собирать некие данные по сети, и в итоге выдаст вам какую-то информацию, рекомендации, если не имеется. То есть проверка железа, далее идет проверка конфигурации. То есть это не самого контроллера, а непосредственно того оборудования, ну, грубо говоря, поднадзорного оборудования, которое мы сейчас контролируем, которое мы мониторим, получаем какие-то статистические данные. То есть если будут какие-то ошибки или какие-то рекомендации, то система сейчас покажет что-либо красненьким. Наверняка что-либо улетит. Ну вот на текущий момент что мы увидим? Что с железом у нас все хорошо, в плане конфигурации тоже претензий нет. Вот по сети, например, у нас видит, что ненормальный бродкаст. Мы можем нажать на кнопочку Detail, и здесь мы можем увидеть, что в какое время, на каком устройстве, то есть это номер коммутатора, на каком порту, какое количество пакетов. Ну и здесь некие рекомендации, что можно сделать. Ну и, соответственно, что здесь еще? Ну вот, например, у нас еще есть, вылезли некие рекомендации, которым система сообщает, что два устройства используют пароли по умолчанию. Ну и если мы нажмем, то здесь будет некая такая рекомендация, которая говорит, что устройства с такими там смак-адресами имеют пароли по умолчанию, рекомендуется, соответственно, их поменять. Такая небольшая статистика системы. А здесь же, здесь же, можно еще посмотреть пользователей, подключенных к Wi-Fi сети. То есть на текущий момент у нас подключено два всего лишь. Ну, тем не менее, чем больше пользователей, соответственно, вы можете здесь увидеть статистику, некую нагрузку подключенную абоненту. Следующий раздел – это некое такое управление всеми устройствами. Здесь доступно управление самими точками доступа, настроек управления коммутаторами, доступ к роутеру, то есть сети образующего устройства, топология сети. Соответственно, отсюда вы можете просканировать еще всю сеть. Давайте начнем с топологии. То есть это некая такая наглядная картинка, которая показывает, как построена ваша сеть. В данном случае в виде облака это наш контроллер. Дальше показывается, что висит за контроллером. Вот коммутатор 1 и коммутатор 2. Соответственно, можно приблизить. И тогда мы увидим более детально, как это все работает, что куда, как подключено, по каким портам. То есть мы видим, что у нас коммутатор B 1318M подключена непосредственно к облаку через вот этот порт. Соответственно, также можно нажать получить некие данные, на какой скорости сейчас работает, какой IP-адрес у терминала, соответственно, описание, ну и так далее. И, соответственно, также мы можем посмотреть, по какому порту что еще подключено. Также мы видим, что вот из этого порта, из порта 16 в порт, соответственно, 1, был подключен второй коммутатор. То есть это некое такое схематическое построение сети, где довольно-таки просто и понятно. Соответственно, чем больше у вас устройств, тем сеть будет все больше и больше разрастаться. И здесь уже более красиво, наглядно и понятно. Если у вас устройства подключены через SVP-модули, соответственно, здесь есть специальные указания для этого, вы точно так же отсюда увидите, какие коммутаторы соединены с помощью SVP-модули, на какой скорости они сейчас работают. Слева есть некое описание подсветки того, что вы можете увидеть в своих портах. Соответственно, порт выключен, точнее, порт недоступен, порт выключен, порт работает на скорости 10-100 мега в секунду, порт работает на скорости 1000 мега в секунду, SVP-порт, на порту есть какие-то проблемы, порт используется в виде транка, то есть здесь имеется в виду соединение двух коммутаторов. Порт заблокирован, если у вас используется какой-то дополнительный сервер, он у вас есть в сети, соответственно, вы его тоже увидите. Немножко забегу вперед, что здесь имеется в виду сервер. Компания TIGNET сейчас разрабатывает некий такой сервер, он на самом деле будет софтовый, который вы можете поставить либо у себя в локальной сети, либо где-то совершенно на внешнем ресурсе. Суть этого сервера мониторит все доступное ему оборудование. Соответственно, если у вас есть разнесенные филиалы, каким-то причинам не связаны VPN, то, соответственно, установив некий такой сервер где-то там в облаке, в общедоступном интернете, вы можете соединить все эти устройства, и один человек может мониторить всеми удаленными филиалами, всеми устройствами, которые там выходят внутри. То есть, как бы идея такая. Теперь давайте дальше. Настройка точек. Что здесь доступно? Во-первых, есть некий фиксетап. Выполняя команду, вы, в принципе, можете сделать какие-то определенные настройки. Но нужно сказать, что, в принципе, точки работают. В умолчании достаточно включить сеть. Но, тем не менее, если вы хотите сделать какие-то конкретные изменения для конкретных каких-то точек, то можете воспользоваться в быстром настройке. Дальше. Статистика. По точкам. Здесь, соответственно, вы увидите, какие список доступных точек. Это, соответственно, ее имя, серийный номер, MAC-адрес, модель самого устройства. На какой скорости работает. Версия железа, версия программного обеспечения. Также вы можете увидеть статус самой точки работы или не работает. Есть некий менеджеркей. То есть, это пароль аутентификации между контроллером и точкой доступа. И, соответственно, синхронизирована она с контроллером или нет. Это просто такой некий список. Дальше. Здесь есть следующий раздел, это информационный. Здесь вы тоже также видите имя. Но, помимо всего, здесь добавлено, соответственно, IP-адрес самой точки, нажав на который, вы также перейдете на web-интерфейс. Здесь есть, в каком режиме она работает. Соответственно, количество подключенных пользователей непосредственно к самой точке. UpTime, премиум онлайн, входящий и сходящий трафик, и, соответственно, по каким сидам оно сейчас работает. Так как у нас сейчас вот эти две точки работают в режиме репиттер, соответственно, у них одни и те же сиды. Также можно получить некую данную по подключенным вообще сидам, имеющимся в сети. Соответственно, нажав просканировать, мы видим, что помимо наших есть еще другие Wi-Fi, которые у нас присутствуют в сети. И, соответственно, что-то посмотреть, поднастроить, если вдруг есть какая-то проблема в сети, например, там, не знаю, режимы пересекаются, герцы пересекаются и так далее. Здесь все достаточно наглядно видно. Следующий это юзер-лист. Соответственно, здесь отображаются те пользователи, которые подключены. Здесь указаны IP-адрес пользоваться, MAC-адрес, через какую точку доступа он подключен. Ну и, опять-таки, некие данные по входящему сходящему, трафику, время в онлайне. И здесь есть возможность добавить в черный список или в белый список непосредственно пользователя. Следующий раздел это непосредственное управление. Здесь вот есть App Management Key, то есть это тот ключ, который ключ аутентификации между контроллером и точкой доступа, включение-выключение режима роуминга. Ну и дополнительные на самом деле настройки, которые не особо сейчас не будем затрагивать, потому что тогда вообще на все это время нам не хватит. Дополнительно, то есть, грубо говоря, из основного это аутентификация непосредственно самих точек доступа и, соответственно, Broadcast пакета и такое количество. Здесь же есть еще возможность заставить контроллер работать в режиме DHCP сервера. Кроме того, здесь можно настроить дополнительные базовые настройки для всех подключаемых точек доступа. Соответственно, есть некий раздел Template. Мы можем сразу создать некий темплей для определенной модели, соответственно, если вы планируете подключить 10 точек одной модели, чтобы не настраивать каждую точку, вы можете просто создать некий темплейт, после которого вы просто активируете каждую подключаемую точку. Соответственно, Seed, Broadcast, изолирование, изолирует, не изолирует клиентов, в каком шифровании, метод шифрования, соответственно, какой ключ, если у вас есть вланы, ну и собственно и так дальше. Следующий раздел это конфигурация самих точек доступа, здесь вы можете изменить имя, IP-адреса можете изменить, соответственно, на какой частоте она будет работать, 2, 4, 5, на каком канале она должна работать, либо апт, выбираем один из доступных, и соответственно, если у вас создан какой-то темплейт, то отсюда назначили. Также доступно обновление точек, то есть если у вас опять-таки же есть точки одной модели, вы просто ставите галочку, указываете место к прошивке, нажимаете кнопочку обновить и соответственно все ваши точки обновятся автоматически. в следующем разделе вы можете сбросить настройки на самих точках, соответственно, есть две кнопки сбросить и перезагрузить, либо отсюда перезагрузить. Здесь также есть некая информация по моделям, о кадре со серийным номером, версии программного обеспечения, ну и соответственно статус синхронизированной синхронизированной точки непосредственно самим контроллером. Также здесь можно настроить перезагрузку точек по времени, если вам какие-то причинам это требуется. Соответственно ставите галочку, дальше выбираете ручную настройку либо какую-то постоянную, то есть, грубо говоря, разовая перезагрузка, постоянная перезагрузка. Указываете время, день недели, нажимаете применить и соответственно у вас эти правила применяются и точки будут перезагружаться согласно установленным правилам. Следующее, еще из интересного, это здесь можно сделать дополнительную аутентификацию, на самом деле здесь очень много разного аутентификации, либо это бесплатный доступ, соответственно, либо это какой-то ключ, здесь также настраивается, есть возможность использовать радиус сервер, есть возможность использовать внешний сервер Если есть тест на настройки для радио сервера, кроме того, здесь есть дополнительная настройка для гостевого доступа, соответственно, здесь есть темплейты, то, что человек при подключении вашей Wi-Fi-точки попробует идти в интернет. То есть вы можете, во-первых, изменить, в каком виде это будет выглядеть. Кроме того, здесь можно подгрузить какие-то свои картины. Например, если это какой-то гостевой доступ, соответственно, если вам прикроют клиенты, он пока находится в режиме ожидания, он может использовать ваш Wi-Fi. При этом перед тем, как он выйдет в интернет, можно подгрузить туда какую-либо рекламу или какую-либо информацию о вашем продукте, о вашем предприятии и так далее. Все довольно-таки интересно. Ну и некоторые политики, то, что здесь было доступно, использование черно-белый лист и так далее. Просто давайте на самом деле сейчас я вкратце, потому что времени у нас не так много. Мы сделаем потом отдельный технический вебинар. Сейчас я просто хочу показать, как это все достаточно просто, настраивается и, в принципе, все достаточно логично. Следующий раздел это коммутаторы. Давайте мы все перечислить не будем. На самом деле самое интересное, то, что у нас обычно спрашивают и то, что всем интересно, это непосредственно управление по и на самих коммутаторах. То есть вы можете управлять коммутатором непосредственно сразу всеми портами. То есть вы можете управлять коммутатор. Что сделать с этим коммутатором? То есть перезагрузить его, включить или выключить коммутатор. Соответственно указываете время и указываете, какие недели это должно быть. Дальше непосредственно управление по и портами на самом коммутаторе. То есть также выбираете коммутатор. Дальше из списка выбираете, какие порты вам нужно перезагружать или отключать. Скажем, например, на 10, 14, 18 порту у нас какие-то камеры висят, которые нужно, чтобы работали в определенное время. Соответственно мы должны указать время, в котором они включатся и расписание. Также нам нужно будет добавить еще одно, когда они выключены. Таким образом управляются по и порты на самом коммутаторе по какому-либо расписанию. То есть это очень удобно. На самом деле у нас довольно-таки часто спрашивают, а могут ли ваши железки это делать. Вот теперь мы можем смело говорить, что можем. Ну и соответственно некое такое управление самими коммутаторами. Обновление программного обеспечения, перезагрузка, спрос оборудования. Здесь также есть информация по модели, по MAC-адресу, по версии программного обеспечения. Ну и так далее, и так далее. То есть в принципе железка предназначена для такого массового управления коммутаторами с возможностью построения Wi-Fi сетей. Соответственно подключить можно только продукты компании DGNF. То есть вы не сможете подключить, скажем, любую какую-то другую точку сюда и с помощью этого оборудования управлять. Соответственно пока только так. Нужно сказать, что в ближайшем будущем нас ждет небольшая доработка. Они обещают в раздел топологии добавить более глубокий мониторинг непосредственно самих Wi-Fi точек с дополнительным графическим отображением по диапазону, по площади покрытию. Но это пока в ближайшем будущем. Обещают сделать к Новому году, но пока не готов. Тем не менее это как бы возможно будет в ближайшее время. Ну и систем менеджмент настройки самого коммутатора. Сетевые данные. Какое количество точек доступно. По умолчанию. Нужно сказать, что еще раз обращу ваше внимание, тем не менее, что в коммутаторах, контроллерах предусмотрена возможность расширения количества контролируемых точек. По умолчанию в стоимость уже входит для M3 32 точки для Wi-Fi. То есть Wi-Fi точек в M5 по умолчанию входит 128. M3 можно расширить в два раза. То есть из 64 контролируемых Wi-Fi точек в M5 до 512. Ну и, конечно же, где мы видим такие области применения. Ну, нужно сразу понимать, что это все-таки не для частного использования, не для дома. Хотя, конечно, использовать это можно, но не очень будет выгодно по деньгам. Но, тем не менее, это очень хорошо подходит для образования, конечно же, для гостиниц. У нас сейчас еще появится интересная Wi-Fi точка, которая у нее явное предназначение для использования в гостиниц, потому что в ней также будут еще исполнение будет в виде розетки. То есть она будет иметь дополнительный USB-разъем для зарядки мобильного телефона, чего так много не хватает в гостиницах. Ну и плюс, опять-таки же, работа Wi-Fi, скорее всего, в двух диапазонах 24-5 Гц. Дальше, естественно, это использование в офисах с возможностью построения бесшовного Wi-Fi. Опять же, это будет очень удобно, когда вы можете спокойно перемещаться по территории всего офиса без потери связи. Соответственно, это больница, ну и какая-либо легкая промышленность. То есть, не знаю, фабрики, заводы и так далее. Может быть, это, конечно, не везде требуется, но тем не менее, у нас уже есть некоторое количество запросов на построение сетей вот в этих областях. Ну и самое интересное. Рекомендованная розничная стоимость на текущий момент такова. Для наших реселлеров, соответственно, вы свои прайсы видели. Это оборудование уже там обнесено. То есть, вы сами можете оценить, насколько выгодно будет продавать это оборудование. То есть, опять же таки, да, как обычно, мы, как компания и пиматика, представители данного оборудования на территории Российской Федерации, мы будем всем нашим партнерам предоставлять бесплатную техническую поддержку. Также это оборудование будет введено в сервисные центры, соответственно, по всей России. Если что-то будет случаться, будете обращаться в сервисные центры, вам будут менять гарантии, если вы осуществляете ремонт в зависимости от поломки. Гарантия, но на оборудование два года. Да, два года. Ну а теперь давайте обсудим, если есть у кого какие-либо вопросы. Коллеги, есть ли у кого вопросы? Если есть, давайте обсудим. Ну, на самом деле, конкурентов, конкурентов как таковых, прямых конкурентов нет. Ближайший производитель, который реально конкурентен, конкурент, это, конечно же, Юпикьюити. У них есть очень похожая система построения, но непосредственно по точкам доступа и по техническим характеристикам мы особо не сталкиваемся. Там есть одна моделька, которая сталкивается, но по цене мы реально дешевле. Соответственно, мы даем нашим реселлерам более выгодную маржинальность. По качеству пока сказать сложно, потому что оборудование относительно новое для нас. Но если говорить о реализации на каких-то азиатских рынках и европейских, то оборудование довольно-таки активно используется в гостиничном секторе. И нареканий нет пока. То есть у них достаточно много реализации, поэтому мы, в принципе, и приняли решение взяться за Wi-Fi оборудование, потому что очень-очень хорошие положительные отзывы. Это как бы раз. Но ближайший конкурент, я говорю, это исключительно Юпикьюити, но так как я не очень много сталкивался с этим брендом, могу сказать, что Юпикьюити будет немножко поинтереснее в плане управления, то, к чему мы сейчас идем в плане Тинжинета. В Юпикьюити есть дополнительные фишки по мониторингу. При этом у них как бы это софт, это некое программное обеспечение, которое заливается на некую железочку. Количество контролируемых точек с этой железки, если честно, я не нашел. Но тем не менее, я сейчас этот вопрос конкретно изучаю. Если считать как какое-то решение, то мы гораздо выгоднее будем, чем в Юпикьюити. По надежности пока ничего не могу сказать. Если полагаться на данные наших партнеров, то у них все хорошо. Говорить за них можно сказать так. Говорить за себя пока не можем, потому что даже мы себя сейчас подняли в офисе, все это работает под нагрузкой. Пока никаких нареканий нет. То есть даже по перегреву все работает в пределах нормы. Ну, есть, конечно, еще там более дорогие решения, но это уже совсем другой сегмент, совсем дорогой. Тоже циск, в принципе, все тоже есть. Поэтому, как таковых, компетентов нет. А то, что касается Wi-Fi точек в исполнении в виде розетки, но, опять же, из того, что я нашел, у TrendNet есть и есть у Legrand. Но, как вы понимаете, там цены несколько другие. Ну, в принципе, аналог есть. Но гораздо дороже. Ну, не гораздо, но процентов на 30, наверное, дороже. При их небольшой маржинальности. Коллеги, есть ли еще вопросы? Кстати, да, забыл сказать, что при оборудовании у нас уже есть на складе. Для тех, кто хочет потестировать, в принципе, мы готовы дать. Но, опять-таки же, по нашим условиям, наши реселлеры новые оборудования могут купить дополнительные скидки. Для тех, кто, если не знает, или забыл. Коллеги, давайте так. Если вопросов больше нету на текущий момент, то вы можете, в принципе, смело задавать мне их либо на почту, либо, соответственно, вы можете мне позвонить. Мы с вами пообщаемся. И еще раз скажи, что оборудование уже есть и доступно к тестированию. Если кто-то заинтересовался, мы можем предоставить. Ну, если вопросов больше нет, всем спасибо за внимание. Приходите к нам еще. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...